В нашей области на сегодняшний день проживает 919 инвалидов-колясочников, и большая часть из них, 562 человека, живет в городе. Но есть ли условия в нашем городе для них? Легко ли им добираться до аптеки, поликлиники, театра и других общественных мест? Узнали наши корреспонденты. В городе стартовала акция, в рамках которой государственные служащие, работники СМИ и председатель общественного объединения Арба сели на инвалидные коляски, чтобы проверить качество пандусов у входа в здание. Марафон стартовал от здания областного департамента координации занятости и социальных программ, пролегая через казахский драматический театр, центральную аптеку ТАЛАП на остановке революции и дальше на автобусе Датсона. Несмотря на форму собственности или частных государственных учреждений, чтобы соответствовал и пандусы, и лифты, и вообще тротуар, или вот этой бордюре мы говорим, где пожилой человек, и тем более колясочник, имеющий инвалидность, не могут свободно, свободных доступов нет. Это ограничивает их возможности. По нашему маршруту встретилось много препятствий, которые не смогли преодолеть люди с ограниченными возможностями. Уже по маршруту было видно ряд трудностей, были видны объекты, где отсутствовали эти пандусы. Даже малейшие, то есть там 6-7 сантиметров бордюр, уже его тяжело преодолеть без помощи посторонних людей. Идея проведения такого мероприятия была предложена Доригой Назарбаевой на правительственном часе, посвященной теме социальной адаптации и интеграции в общество длится с ограниченными возможностями. Эту проблему мы поднимаем с 2009 года, как только мы создали свое общественное объединение. Так как физическая доступность – это самая главная наша проблема, тех, кто пользуется инвалидными колясками, и у тех, у кого стопроцентное нарушение зрения. Нельзя забывать о тех, у кого нарушение слуха. Мы хотим, чтобы город был доступен для всех. Как заверили сотрудников СМИ, представители госслужбы – это неоднократная акция. Такие акции будут проводиться еще много раз. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.